У гэтым годзе у Гомелли выконвается переважная большаясть прогнозных показчиков развития, а средняя зарплата, занятых у реальным сектор экономики, досягнула 1100 рублей. Такая информация была огучена по час сегодняшней встречи информационно-пропагандистской группы Гарвы Канкама с коллективом у Гомельского домобудовничного комбината. Подробностей щирой разновы в материале наших корреспондентов. Домобудовничный комбинат у Гомелли – одно из бойнейших предприемств. Зараз тут прасуют амаль 2800 человек. Причем вытворшесть сё лето не спынялся ни на один день. Пылные проблемы в умовах пандемии могли узникнуть после закрытия российского рынка. Але гэтые объемы были перекрыты буйным заказом по будавництве мемориального комплексу «Ала» у Светлогорским районе. По выниках яго выконания шарах прасовников комбината представлены до урадовых узнагород. Что тышится российского рынка, то и на его гомельшане так сама вертаются. По Белоруссии вопросов нет, как работало предприятие и работает. Мы продолжаем набор численности, объемы есть. Проблема возникла с российскими заказами. С апреля месяца по июль мы как бы не работали. Был запрет на въезд наших рабочих. Но сейчас вахта уехала в Калугу. Мы возобновили объемы строительства. Ну и предполагаю, что доведенное задание по экспорту будет выполнено. Средняя зарплата сегодня 1170 рублей по предприятию. Зарплата выплачивается вовремя. Аванс, зарплата, проблем нет. Теме жильевого будавництва по часу встречи с коллективом Гомельского домобудавничного комбината – особливая увага. Урешті для прасовников предприемства – это еще и профессийный интерес. Перспективы развития новых городских микрорайонов у целым и лес по леске в улице у приватности. Это только некоторые вопросы, которые работники адресуют старшине Гарвы Канкама. Хоть разглядать ситуацию Гомелли необходимо только в контексте агульного развития города. С этой кропки гляджения – все лета социально-экономичное развитие областного центра далека не самое горшее. Темп росту инвестиций утрая больше прогнозу. Плюс рост товарообороту, объемы промысловой вытворчастей и створение новых предприемствов у тем леку в рамках приватной инициативы. А пража того, в мае этого года средняя зарплата у прасовников реального сектора экономики достигнула 1600 рублей. Отрымалось даже компенсировать страты, которые гомельские предприемства понесли в связи с эпид-ситуацией украинных партнеров. По внешнеэкономической деятельности небольшое снижение есть, хотя сальдо положительное внешне торгового оборота мы все-таки имеем. Хотя экспорт немножко снизился по сравнению с аллогичным периодом прошлого года. И в целом объемы производства, они даже в целом опять по городу, они не упали, а даже на 1% приросли к уровню прошлого года. Зарплата растет, и это, наверное, такой универсальный показатель в целом состояния дел в экономике города.